Добрый день всем тем, кто периодически слушает мой канал. Я Вячеслав Чиро, сегодня подготовил маленькую зарисовку, все что касается предсказаний Нострадамуса о будущем всего мира. В этот непростой и в то же время высокотехнологический 21 век вы как нелегко делать внятные всем предсказания, так как большая их часть люди попросту не хотят воспринять всерьез. Современный человек потерял способность мыслить образами, зато полностью уверовал в силу слова, которая исходит из всевозможных электронных носителей сегодняшнего времени. Многие современные люди свысока смотрят на своих собратьев и уж тем более на то, кто не такой, как они сами. Люди перестали оглядываться назад, чтобы на основе прошлого, то есть истории развития всего человечества, раз и навсегда понять, что такое хорошо и что такое плохо. Каким бы ни было будущего всего мира, оно явно будет красочным и кровавым, а посему каждый человек должен уже готовиться к самым большим и непредсказуемым для себя испытаниях. Вот что говорил о будущих войнах Мишель де Нотр-Дам. Знак рака, то есть период этого знака, во многом будет значим для всего мира, так как именно в нем будет положена основа начала любых военных конфликтов. Противостояние Марса и Юпитера несет в себе начало военных действий и тот самый потоп крови, который будет ужасным по своему масштабу. От 25 лет до 30 будет лихорадить мир через отдельно взятые войны на разных континентах с весьма губительными последствиями для каждого отдельного взятого человека. Своеобразная всемирная бойня – вот то, что ждет людей, если они сами решат, что есть кто-то, кто имеет право назвать себя великим народом, считая отдельных людей этаким сборищем недочеловеков. В эти времена, времена войны, много женской крови будет пролито, как и само женское начало будет осквернено, как никогда доселе не было. Дети будут умирать под стенами разрушенных домов, и мир во многих странах придет запустение. Ужасными будут судьбы многих, жизнь которой будет зависеть от власти знатных королей и всевозможных вельмож при власти. Признаком последней войны станут последствия тех, кто не хочет жить по правилам зла. Много невинной крови впитает Мать-Земля. Многие люди начнут искать выдумленное ими зло в ком-то, совершенно не замечая его в себе. А посему многих обвинят во всех смертных грехах, дабы начать истреблять весь род человеческий. Мир превратится в одну большую паранойю, где люди будут искать везде того самого виновного, вместо того, чтобы самим научиться отвечать за все содеянное и не замышлять зло против тех, кто, как они, являются носителями живой крови, данной всеми одним творцом всего, то есть Богом. Именно люди, а не вымышленные образы антихриста, начнут истреблять сами себя. Если новая война начнется по девизам борьбы со всемирным злом, явно, как уже это было не раз в истории, найдется враг. Этим врагом может стать еврей, русский, буржуй, араб, как, впрочем, и кто угодно, но не тот, кто начнет эту войну. Именно поборники идеологии о новой мировой справедливости сделают все, чтобы гибли в этой войне огромное количество мирных граждан. Именно те люди, кто начнет проливать невинную кровь, будут навсегда лишены разума. Пусть не думают отдельные избранные народы, что смогут остаться в безопасности, согласившись истреблить с лица земли энное количество людей. Совершая свой грех, их же злоба и трусость лишит и хорошего будущего, а их привычный мир станет катастрофой для них самих. Поиск слабых народов приведет к одному большому военному пожару, где тот, кто будет ратовать за войну, кричать будет из своего вполне безопасного убежища. Любая агрессия, прикрытая самыми благими лозунгами, направленная против слабых, сподобит их защищать свою честь, удесятерив их силы для борьбы с агрессором. Большая часть злодеев человечества 21 века будет делать свои самые черные дела под каким-либо благородным лозунгом или во имя неких высоких идеалов. Именно тот народ, который будет иметь претензии на мировое господство под маской благих миротворческих деяний, обязательно простится своей кровожадностью на алтарь всего человечества. Оказывая давление на неугодных, именно силой своего оружия и монетой, на которой изображена женщина с жезлом просветления, они будут устанавливать свой мировой порядок, веря в то, что тем самым несут всем свою благую весть о мире. Прелюбодеяние в той стране нового террора человечества будет вызведено в закон, а сексуальные скандалы коснутся даже первых лиц этого государства. Современный мир не должен искать в истинных мусульманах то самое непримиримое зло, с которым надо бороться до последнего. Ненависть к иным народам, этакий своеобразный расизм 21 века будет возведен в высшую ипостась справедливости и уж точно добрым делом это нельзя будет назвать. Людям в 21 веке надо перестать верить тем, кто всеми доступными средствами пытается разжечь ненависть между народами. Пусть каждый народ живет своим умом и традициями, а главное не пытается навязать свою волю другим народам, считая их несовершенными. Правители стран только тогда будут счастливы в своей стране, когда они, как и сам народ, будут находиться вдалеке от любого вида злодейства. Тот, кто уподобится военной истерии и начнет войну, не сможет одержать победу, ибо против него находится весь род человеческий и сам Господь Бог. Вот еще несколько заметок о будущем всего мира из Центурии Мишеля де Ноттердама. Если называть все своими именами, от большей части современных людей мало что зависит на сегодняшний день, так как они из всего-навсего маленькие пешки в непостижимой игре сильных мира сего, которых давно уже привыкли жить с мифом о своей исключительности. Увы, даже власти мущих есть некое слепое орудие судьбы, в чьих руках находится судьба миллионов людей. Чтобы понять будущее, которое уготовлено всему человечеству, надо захотеть извлечь уроки, которые люди уже прошли в своем развитии. Если люди станут похожи на слепцов, который ведет к краю пропасти другой слепец, наделенный властью, только в таком случае мир обречен на полную гибель. В центуриях Мишеля до Нострадам сказано, начиная с 2000 года пройдет 13-14 лет, которые будут даны для того, чтобы Россия подружилась с Америкой. После чего придут новые варвары, которые разъединят этот союз. Кровью и ненавистью к врагу многие страны захотят искоренить некое зло, созданное не Богом, а страной, готовой обогащаться за счет разрушения других. Оружие нового времени много жизней заберет. Люди должны помнить о том, что страна, потерпевшая поражение, реально будет способна применить адекватный обратный удар. Многие правители будут вести долгие переговоры, дабы избежать одной большой войны и спорить о мире с теми, кто не готов быть послушным, без мягких слов об отдыхе и сне. Ни один народ без правильного правительства и правителя не имеет шанса на достойную и счастливую жизнь. Чтобы пришел новый правитель, радеющий за свой народ, именно этот самый народ должен быть готов к этому. Именно маленькая искорка способна создать большей площади пожар, если найдутся те, кто захотят управлять энергией толпы, то есть этим самым народом, сыграв на том, что многие лета его унижали, и настало благоприятное время заявить о своем превосходстве, ломая все имеющиеся устои данного государства. Все это может вызвать междоусобную войну интересов от национальной розни до религиозных и внутренних семейных конфликтов. На этой самой войне многие начнут греть свои руки. Только уважительные и дружественные отношения стран между собой смогут лишить провокаторов всех властей их навязчивых идей по разделу и порабощению новых территорий. Роль людей этих самых территорий их не особо будет интересовать. Только невежды будут верить справедливого правителя, ожидая от него решения об осуществлении порядка в стране, совершенно не замечая своей собственной несостоятельности жить в рамках справедливости, о которой так мечтают все люди. Каждая страна, которая готова защищать себя от агрессора, должна сама постараться не превратиться в агрессора, готового мстить всем без разбора. Без уважения личности, вне зависимости от пола и гора исповедания, человечество не сможет установить мир даже в пределах одной конкретной семьи. И напоследок я, Вячеслав Чарох, хочу обратить ваше внимание на несколько центурий, в которых говорится о новой России. С момента восстановления храмов и почитания священнослужителей в своем прежнем статусе, многие люди России погрязнут в журничестве и сладострастие, что повлечет за собой тысячу разных новых злодеяний. Великое опустошение ждет народ, когда православная церковь достигнет своих былых высот. Руки многих военных восстановят силу своих мечей, которые были утрачены через безвластие прежних правителей. Найдутся те, кто захочет направить народ страны вправо, чтобы овладеть землей и пробудить противостояние между военными и народом. Простой люд страны поднимется в поддержку власти, почувствовав, что с востока идет беда и ослабленной территорией будут близких народов. Желающих отсвернить церковь ждет кара не на небесах, а от людей, и тем самым святая церковь и обновится. Между славянскими народами в составе трех – Россия, Белоруссия и Украина – будут всевозможные разногласия. Вся Европа будет дрожать, если все это случится. Православные страны Балкан и Адриатики получат раскол, и их разъединение ничего хорошего им самим не принесет. Лидер освободит от рабства многие народы и воцелится мир и согласие между странами, враждовавшие ранее. Но арабийцы, которые захотят переделать все мудрое и былое, лишат себя защиты Бога. Как только русская православная церковь возлюбит человеческий разум, люди, следующие за ней, увидят простоту и понятливость всех слов Бога. Именно духовное возрождение русской нации, почитание земли своей и своих предков, с учетом всех исторических нюансов, сделает народ России устремленным к счастливому будущему. Будущее России напрямую будет связано с развитием науки, которая в полной мере будет очень долгое время влиять на многие государственные дела. Многие новые открытия заставят людей понимать то, что именно никогда не следует делать. Труд народа станет их жизнью и от этого величие будет приобретено, как и радость для будущих поколений. Многое потребуется сыновей русских, чтобы противостоять ко всевозможным взрывам человеческого безумия и той войне, в которой без крови, к сожалению, не обойтись. Многие страны будут жить в эпоху патриархата, то есть мужчины будут доминировать. А посему их легко можно будет спровоцировать на войну и другую жестокость, которую хотят развязать все материалисты этого мира. Вот такие предсказания оставил Мишель Донатардам. Я, Вячеслав Чаро, надеюсь на то, что все мы, кто относит себя к современным людям, извлекут из сказанного им нечто важное. Мир хрупок, и каждый из нас должен сделать все возможное, чтобы сохранить его для будущих поколений. Ну вот и все на сегодня. Всем всего хорошего. Пока.